привет мои друзья привет мои хорошие сегодня меня просто бомбит и я не могу не записать этот обзор меня конечно строгая бомбит очень давно очень ну как бы вы знаете я давно ее критикую давно говорю что гребет лопатой бабло но какое-то время я оставила ее в покое потому что она мне казалось все таки работает на своем хозяйстве а уж потом зарабатывает на youtube но последние и стримы и и позиция по поводу того что сейчас происходит меня бомбит давно но я все-таки молчала но после того как это не что это не мать это не женщина это обычный кошелек причем хочу урвать последнюю копейку вытащить из пенсионеров я же мало зарабатываю с ее слов она же нищая вот после этого и после того как она обливает грязью я сказала бы очень достойных людей как чулпан хаматову который она смешала так стоптала топтала до последнем стриме а также там где она советует вам смотреть исторические фильмы смотрите а вокруг то не смотрите глазки закройте все прекрасно и после того как она сказала что я своего ребенка пою отечественными лекарствами и у нас все в порядке сейчас год я вам покажу а потом быстренько отмазалась ой ладно не могу найти это будет реклама не хочу рекламировать это не реклама то есть все подряд можно рекламировать кстати все видео которые она показывала последнее время все только реклама и стримы по четыре часа полночи просидела выпрашивала бабла так вот мои дорогие друзья этот человек говорит что она когда-то работала в банке то есть она экономист в чем я очень сомневаюсь скорее всего она чисто доярка больше никак ее назвать нельзя труженица сараев потому что то что она несет это ну даже глупому человеку очевидно что она несет чушь то есть она говорит отечественными препаратами она кормит своего ребенка но моя ж ты дорогая отечественные препараты делаются из импортного сырья с чего же это вдруг пропали жизненно необходимые лекарства с полок аптек например мне необходимо лекарство эльтероксин которого нет во всей стране просто нет я пила однажды российского производства эльтероксин это пустышка я пропила полмесяца и отложила но не стала выбрасывать они у меня лежат могу кому-нибудь подарить ну или даже поменяться на на корм для животных для моих так вот мои дорогие друзья вот если бы я не купила себе пачку этого лекарства мне бы сейчас нечего было пить я бы просто потихонечку стала умирать потому что гормоны которые я пью 25 лет это не жизненно необходимые лекарства для меня а для дианы строгой норма нет но не сдохните переживете но если доживете конечно до того момента когда у нас составляющие лекарства будут делать сами вот тогда может быть не сдохните я вообще в шоке я в шоке вторые гормоны которые я по глупости не купила пару пачек запас а когда уже додумалась что надо бы и их купить я посмотрела что они за три дня подорожали на 200 рублей то есть я их покупала за 600 а через три дня они уже стоили 825 да хорошо я купила мне тоже повезло я вовремя похватилась и закупила для себя жизненно важные гормоны без них я просто не могу жить просто физически не могу существовать а для дианы строгой хоть сып глаза все божья роса все хорошо смотрите бибигон да 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 посмотрите вы же дураки снимите-ка дорогие мои хомяки которые донатят этой я не знаю как назвать вот я еще раз повторюсь что я выставила свою карту потому что для меня мои 200 долларов которые мне нужны как воздух действительно для того чтобы хотя бы как-то кормить своих животных и не только кормить их надо лечить собаки возрастные им надо часто посещать ветеринара потому что то одна проблема вылезла то другая то вот зубки надо было почистить оказалось что прогнило до носовых ходов надо было делать операцию и больных животных надо постоянно лечить постоянно показывать доктору каком они состоянии то есть я еженедельно езжу в клинику потому что у меня то одна проблема возникает то другая не просто эти 200 долларов необходимы как воздух иначе мои животные просто умрут а этой я не знаю как ее назвать этой ханки ей нормально ей 500 тысяч которые она как и все ютуберы получили вчера ну кто-то 200 долларов а кто-то 500 тысяч ей мало и она сидит и уже несколько стримов просто донатит просто выпрашивает донаты ведь ей люди шлют минуточку мои дорогие вернее не мои а вот этой вот ханки дорогие ой у нее отписка как хорошо посмотрите-ка у нее отписка минус 2000 до молодцы да вы мои золотые хоть отписались от этой я не могу я не знаю как ее назвать это это нечто это не человек это 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 моральный урод этот моральный урод получил по новому курсу с двух каналов за февраль 487 тысяч рублей или 4680 долларов вы представляете и ей мало и она сидит и попрошайничает она сидит и вытягивает с вас донаты а общая сумма ее дохода за все время существования канала он у нее недолго существует с восемнадцатого года с конца то есть 19 20 21 три года так вот за все время существования канала этот человек заработал 9 миллионов рублей 9 миллионов рублей она построила дом она хвалится своим достатком но это только монетизация а еще рекламы а еще автоклав разные шкафы какие-то там коптильни и тому подобное и она нам сама озвучивала что она 500 тысяч заработала на мясе но и отлично то есть она работала работала и за весь период своей работы на хозяйстве она заработала всего лишь 500 тысяч а каждый месяц на youtube она зарабатывала по 500 тысяч я уже не раз делала на этот обзор я в шоке вот этот человек говорит нам богатых не понять там кто-то куда-то уехал у них миллионы и миллионы денег там не счесть а у тебя сколько ты за февраль заработала ну да будем называть что ты заработала не просто доход получила но знаете снимать то что делаешь это не так сложно снимая снимай тем более снимает ее оператор это очень легко где-то косяки по вырезали вот и все вот и все но да ладно работает работница на youtube так вот это работница за февраль еще раз повторю заработала и получила потому что деньги пришли всем пусть не врет 487 тысяч рублей и судя по моей творческой студии у меня 30 процентов иностранцев так что я думаю что и у этой звезды наверное от 300 до 50 процентов иностранцев то есть она если youtube не закроет все-таки будет получать не 487 ну или 500 округли а 1200 в месяц что мало что мало и ведь этот человек несмотря на то что такая сложная ситуация в стране она все равно рекламирует свой фиберлик рекламирует и все и ты хоть тресни он у нас российский на российском рынке ты сколько можешь врать народу из каких компонентов он делает свой товар свою продукцию из импортных кому спецоперация а кому мать родна и ведь этот человек сидит и втюхивает вам фиберлик вы представляете и не стыдно да конечно этот флакончик всего 140 этот флакончик всего 300 этот флакончик всего 200 рублей стоит а ничего конечно на 500 тысяч в месяц да еще и на донатила наверное ты что можно наверное купить себе и фиберлик и домашний стандарт а помнится она людям в кредит его втюхивала домашний стандарт как будто бы есть мясо из которого можно что-то сделать как будто у нас люди все кроме нее не бедные как будто у нас все миллионеры и по 500 тысяч зарабатывают на ютубе боже боже я вообще в шоке вот я честно говоря меня бомбит от того что она занимает такую позицию что все у нее в шоколаде и при этом она соплями у тебя утирается рыдает говорят что она этот стрим удалила дайте денег мне жить херово будет конечно херово 500 тысяч то не будет теперь потому что все дзены платят 30 может быть это не всем я в шоке я не знаю как относиться к этому не до человеку не до матери которая своего сына пихает уже много лет в телевизор еще оправдывает себя я вообще не верю что она занимается хозяйством она и сама говорила про работников я думаю что их у нее ни один не два возможно приходят как на работу потому что одному человеку заниматься с больным ребенком и по хозяйству и помыть и постирать и все такое и всякие эти заготовки которые она нам показывает и я считаю что один человек это сделать не в силах я уверена что у нее работает очень много работников пусть докажет что это не так вот так мои дорогие друзья сегодня меня бомбит по поводу вот этого человека который не до мать и не до человек и не до женщины мои дорогие друзья хочу вам напомнить что видео мое развлекательное все совпадения случайны я выражаю свое личное субъективное суждение а на этом я с вами прощаюсь ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч мои дорогие друзья пока пока пока